Здравствуйте, меня зовут Елена Рубашевская, я программный координатор Международного этнографического кинофестиваля ОКО. В этом видео я расскажу вам свою историю, свой опыт войны и начну я с 2014 года, потому что я родом из Донецка. И 8 лет назад я уже прошла через опыт того, что значит быть беженцем, что значит потерять дом, потерять свою семью. Когда началась эта война, я была в командировке на Донбассе, где я готовилась к съемкам своего дебютного полнометражного документального фильма «Симфония Донбасса». Мы были в городе Краматорск, который был атакован первым среди всех городов Украины. И тогда мы еще были наивно уверены, что Путин хочет забрать только Донецкую и Луганскую области. Поэтому мы как можно быстрее выехали оттуда, но к моменту, когда мы приехали в Киев, мы поняли, что эта война гораздо более полномасштабна и нацелена на всю территорию нашей страны. Моей задачей было добраться до дома. Я живу в пригороде Киева, в городе под названием Буча, который уже сейчас становится знаменитым на весь мир. До этого он был знаменитым только среди киевлян, потому что это был один из самых популярных пригородов. Природный, лесной, озерный. Многие молодые люди сознательно выезжали туда, покупали квартиры, чтобы быть близко к столице, но одновременно жить в спокойном, красивом месте. Поэтому я приобрела там жилье. Моя мама жила в Киеве. Но именно перед тем, как война началась, она, зная, что я возвращаюсь из командировки, поехала ко мне домой для того, чтобы купить мне каких-то там вкусняшек, приготовить и встретить меня. Она звонила мне из последней электрички, которая должна была отправиться из Бучи на Киев. Но именно тогда был взорван Бучанский железнодорожный переезд, и она вынуждена была вернуться ко мне в квартиру. Там она остается и по сей день. Буча и пригородные города, Гастомель, Ворзель, Ирпень, они остаются одними из самых горячих направлений. Вот уже девятый день этой войны. И никто не может ни въехать туда, ни выехать оттуда. Войска полностью оккупировали эти города и отрезали их от внешнего мира. Уже вторые сутки там нет воды, газа, света, никакого электричества. Люди не могут зарядить телефоны. Поэтому, если до этого мы получали ужасающие сведения про чеченские группировки, про мародерствующих каких-то непонятных людей, разграбляющих магазины, про обстрелы мирных домов. Мой дом был обстрелян несколько раз, было уничтожено несколько квартир. Также и соседние дома. И это только вопрос времени, когда снаряд прилетит в какую-то очередную точку, где будут находиться люди, где будет находиться просто гражданская инфраструктура. В Орзале был обстрелян детский дом. Люди безвылазно сидят в подвалах. И сейчас, когда нет электричества, у них нет возможности даже зарядить телефоны, мы можем питаться только какими-то непонятными слухами. Из закрытых чатов в Телеграм. Сейчас очень много фейков, люди перепуганы. Мы постоянно создаем и пересоздаем чаты, для того, чтобы там оставались только те, кого мы знаем лично. Но все равно постоянно происходит какая-то дезинформация, нам приходится переезжать онлайн на новое место. И вчера, например, появились такие сведения, что люди в отчаянии уже пытались бежать. Все дороги взорваны, все мосты взорваны. То есть выехать оттуда невозможно. И люди пытаются бежать просто так через леса. И появились сведения о якобы расстреле мирных жителей, которые пытались прорваться. Я не знаю, правда это или нет, но только вообразите, каково это. Сидеть и ждать новостей, быть не на связи со своими близкими. И последнее сообщение, которое вы получили от них, это то, что их обстреливают, летают самолеты, на улице артиллерия, бегают солдаты, и они уходят в подвал, потому что невозможно даже перейти на другую сторону улицы, не говоря о том, чтобы эвакуироваться куда-то. И плюс нет связи, и вы читаете подобные сообщения. Сегодня утром, как всегда, я проснулась после кошмарных снов с ожиданием того, что может быть обстановка изменится, может быть они договорятся об этом гуманитарном коридоре, но, к сожалению, все, что я нашла, это было официальное обращение бучанских властей по поводу того, что город продолжает находиться в осаде, люди погибают, людей убивают, никого не выпускают и не умоляют. Украинскую власть, мировое сообщество, предпринять что-то и помочь освободить этих людей. Я сейчас сама нахожусь в Польше, без документов, абсолютно без вещей, без ничего. Мне удалось пересечь границу. И здесь, конечно, беженцы сталкиваются со своими трудностями, но я даже не хочу об этом говорить в свете того, что происходит дома. Единственное, к чему я хочу призвать, это чтобы сейчас все мировое сообщество обратило внимание на вот этот мой маленький, ставший мне уже родным регион, и помогло нам освободить людей, которые находятся там, в заложниках. Пока вы молчите, нас убивают.